здравствуйте друзья сегодня я буду готовить очень интересный ужин и этим рецептом хочу поделиться с вами для рецепта мне будет необходимо картошка я ее уже почистила это твердый сыр у меня голландский здесь 200 грамм немного майонеза соль и нужно будет вот такая грудинка она вот называется грудинка банкетная то есть это такое вот сало мясо самое главное чтобы был такой длинный кусочек отрезанный если вы такую не найдете то можно и короткий просто накладывать будем тогда в нахлюст это пока я все отставлю мне будет не нужно сыр нужно потереть на такой вот меленькой терке чтобы получилось вот так вот меленько-меленько сыр я дотерла не весь тут осталось наверно грамм 50 пока отложу если будет необходимость то тогда я дотру вот у меня столько сыра получилось далее я поставила вот уже шатковницу то есть поставила такой нож который меня тонко режет здесь просто лезвие мне нужно всю картошку порезать на тонкие слайсы вот так тоненько нужно порезать картошку чтобы она могла вот так сворачиваться прямо все подготовленную картошку я уже вот так измельчила и теперь эту картошку я переложу назад в воду чтобы она не темнела далее я вот подготовила форму эта форма для кексов и поставила ну такие вот бумажные формы для кексов и сюда потом уже буду откладывать готовые вот эти мои розы завиванцы беру доску вскрываю пакетик грудинкой здесь пять кусочков грудинки откладываю и я отрежу у грудинки вот эту шкурку такую которая край откладываю в сторону поскольку здесь по фасована так со сдвигом нужно каждую так отделить и отрезать шкурку если шкурку не отрезать она тогда будет так это просто грубо нужно так сильно жевать это мне не нравится все должно быть мягко и вкусно далее вот я беру грудинку один кусочек грудинки и укладываю так картошку этого мне мало я еще кусочек разрежу просто пополам и положу дальше продлю так вот но в нахлёст и дальше положу картошку теперь немножко картошку присолю и смажу майонезом теперь сверху я приперчу немножко и и положу сыр тоже не очень много и теперь буду закручивать чуть-чуть проверну вот так поддеваю вот как закрутится так закрутится вот так у меня это получилось и далее я оставлю в подготовленную вот эту формочку так ставлю немножко уплотняю поправляю вот так это выглядит и дальше так же самое я сделаю немножко больше розы и немножко меньше то есть некоторые я сделаю вот так я буду добавлять а некоторые я сделаю просто на один кусочек так вот ложу внахлёст при том кусочки картошки я беру разное чтобы это потом просто красиво смотрелось дальше соль соль обязательно потому что картошка же не соленая теперь немного перца майонез и сыр когда все это будет запекаться в духовке сыр это все скрипит и она будет держаться все вместе теперь проворачиваем и рулетик я сворачиваю вот почему важно тоненько-тоненько порезать картошку вот так вот это выглядит вот сюда переставляю вот так уже две розы я закрутила и буду крутить дальше здесь у меня в форме 12 штук вот я их и накручу 12 штук вот так у меня это получилось где уже все закрутила и у меня осталось еще вот столько сыра который я по чуть-чуть вот так положу просто сверху теперь форму я оставлю в разогретую до 180 градусов духовку и буду запекать ну здесь все готово только до готовности картошки значит картошку можно так вот аккуратненько сбоку прокалывать чтобы понять готова она или нет но я думаю что минут за 20 за полчаса это все приготовится ставлю в духовку запекаться я достала уже мои розочки думаю что они испеклись я их накрыла вот фольгой для того чтобы картошка была пропеченная у меня духовка газовая и там нет верхнего нагрева если у вас электрические духовки и есть верхний нагрев возможно вам и не нужно будет накрывать но все-таки нужно смотреть и возможно и нужно будет прикрыть для того чтобы картошка хорошо проготавливать горячо такая красота у меня получилось теперь смотрим картошку протыкаем ее вот она протыкается протыкается легко мягкая и картошка готова поскольку я положила сюда вот эти такие бумажные штучки и вот это вот можно будет очень легко перенести на любую тарелочку все тут сырок картошка все вкусно мясо грудинка все очень вкусно все мягенько такое блюдо можно подать как на праздничный стол так и просто вкусно накормить семью я приготовила еще селедочку это у меня тарелочка с грибами и вот так я буду угощать свою семью готовьте и вы готовьте с удовольствие это вкусно ароматно если вам понравилось и было полезным мое видео ставьте лайк пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на мой канал удачный рецепт с еленой я желаю всем всего самого наилучшего до новых встреч пока пока